Коллеги, добрый день! Давайте потихонечку начинать наш вебинар. Для начала я бы хотел убедиться, что те участники, которые присоединились, достаточно хорошо нас видят, слышат. Напишите, пожалуйста, плюсы, если все окей. Напишите словами, что все хорошо слышно, если есть какие-то проблемы, соответственно, тоже напишите. Буквально пару минут, я думаю, мы еще подождем тех участников, которые еще не присоединились. И начнем наш вебинар. Ну давайте, для начала я представлюсь. Меня зовут Соловьев Антон. Я являюсь специалистом направления течи-страсово-поискового оборудования в компании ТехноАЗ. Это уже не первый наш вебинар на тему практического применения наших приборов. Некоторые, наверное, из вас уже не в первый раз присоединились к нам, как и до этого вебинары видели. Те, кто первый раз сегодня присоединился, я всех рад приветствовать. Со мной сегодня еще мой помощник, коллега Леонид. Он будет помогать мне вести этот вебинар. И также он будет зачитывать вопросы, которые вы будете задавать в процессе вебинара. Собственно говоря, предлагаю всем участвовать на приятии, писать свои вопросы, задавать их. Все, что непонятно, спрашивайте. Ну что, давайте потихонечку как раз начнем. Тема сегодняшнего вебинара – это поиск пластиковых трубопроводов. Все способы, которые мы предлагаем вам. Способы решения этой проблемы, этого вопроса. Ну, опять-таки, для тех, кто может быть знаком с нашими приборами, может быть не первый раз уже присоединился к вебинарам, мы проводили уже часть демонстрации, как мы трассируем металлические коммуникации. Подземельные кабельные линии, трубопроводы. Трассировку мы делаем с помощью трассировки генераторов, электромагнитным способом. Задача достаточно популярная, распространенная и достаточно легко, удобно нашими приборами решается. Когда же мы с вами говорим о поиске пластиковых трубопроводов, стандартные, так сказать, вот эти распространенные методы поиска уже не работают. Поскольку, ну, как вы понимаете, пластиковые трубопроводы, либо какие-то трубопроводы из не только проводящих материалов, собственно говоря, сигнал они не проводят. Ну, вот, пластическими способами поиск осуществлять не то, что затруднительно, а, в общем-то, невозможно. Но задача эта актуальна. Трубопроводы пластиковые встречаются, их сейчас активно используют, и, соответственно, их обнаружение, трассировка под землей, задача тоже актуальна. Итак, перейдем, в общем-то, уже к приборам, способам, которые мы вам предлагаем на решении этого вопроса. Всего мы предлагаем два способа трассировки пластиковых трубопроводов. Первый из них, в общем-то, тоже называется способ электромагнитный, заключается он в том, что мы помещаем внутрь трубы источник сигнала, это наш миниатюрный генератор, помещаем его на тросе. Сегодня в процессе работы вы увидите, как это все происходит. И, собственно говоря, дальше нашими приемниками, нашим приемникам АП-019.3, мы в специальном режиме зонт, мы этот генератор обнаруживаем, соответственно, определяем, как проложена труба и на какой глубине. Это один способ. Второй способ – акустический. То есть мы предлагаем такое решение. У нас существует для поиска пластикового трубопровода специальный ударный механизм, ну так и называется, ударный механизм. Подключается он к генератору, создает удары по трубе, создает звуковые и акустические удары, которые специалист, да, оператор, в дальнейшем фиксирует на поверхности с помощью нашего приемника АП-027, либо какого-то другого, и датчика акустического. Ну и, собственно говоря, как работают эти оба-два способа, мы сегодня вам покажем. Начнем мы, наверное, с способа электромагнитного, с помощью проталкивающего устройства и миниатюрного генератора. Дальше перейдем к способу акустическому. Наверное, что бы мне хотелось сказать, пока я готовлюсь к нашей демонстрации. Данный способ работы по поиску нашего миниатюрного генератора, да, возможен только с приемниками АП-019.3. Те, кто знает, может быть, я сейчас поясню. У нас есть несколько модификаций приемника АП-019. Это, ну, как бы базовая версия, точка 1. Точка 3 отличается тем, что позволяет записывать и работать с GPS-главным координатами. А также, помимо возможности записи координат, этот, этой модификации приемника имеет специальный режим зонт, который как раз-таки нужен для работы по поиску, ну, вот этого зонта, этого генератора. Ну, еще у нас есть такая же модель морозоустойчивая, которая позволяет работать при температуре до минус 30 градусов. Ну, генератор готов к работе, я вставил туда аккумулятор. Генератор уже работает на частоте 512 Гц, излучает сигнал. Дальше, что мы с вами делаем? Ну, во-первых, подключим его к нашему проталкивающему устройству. Ну, поскольку мы будем с вами работать сегодня на реальном трубопроводе, сейчас мы вам его покажем, я, ну, чтобы просто не пачкать наш прибор, накину на него пакет, чтобы не поцарапать, чтобы он не был грязным. Ну, и, собственно говоря, сейчас мы познакомимся с той трубой, с тем трубопроводом, который мы с вами будем искать. Ну, давайте, собственно говоря, его посмотрим. Значит, это не только проводящий трубопровод, не пластиковый, он из асбестки, но, собственно говоря, разницы по большому счету никакой нет. Факт в том, что классическим, как я говорил, методом трассировать его не получится, поскольку сигнал он не проводит. Ну, и на его примере мы сегодня посмотрим, как работают наши способы по трассировке неметаллических трубопроводов. Вот, в общем-то, все готово к работе. Наша задача сейчас, помещая генератор, который, напоминаю вам, излучает сейчас сигнал, мы помещаем его в трубопровод. Вот на какое-то расстояние я его сейчас протолкну. Ну, и, собственно говоря, дальше приемником мы будем определять его положение и определять глубину прокладки трубопровода. Сейчас я включаю приемник. Как я вам и говорил, данная версия прибора имеет специальный режим для работы по поиску зонда. Ну, собственно говоря, так и называется зонд. И принцип работы какой? Я сейчас постараюсь вам продемонстрировать. На частоте 512 Гц, на частоте работы нашего генератора, приемник фиксирует сигнал. И, собственно говоря, наша задача, сейчас передвигаясь над поверхностью трубопровода, да, так сказать, сканируя место, где располагается трубопровод, мы будем видеть на экране график изменения сигнала. И, соответственно, когда мы будем находиться над нашим зондом, график будет максимальный в виде, как, собственно говоря, самого графика, так и в виде цифры, которые подсказывают уровень сигнала. Мы с вами определим положение зонда, так сказать, поперек трубопровода, потом скорректируем это положение до трубопроводы, найдем точное место, где находится наш зонд, и зафиксируем глубину, ну, глубину, на которой сейчас наш зонд находится. Итак, как это еще раз работает? Повторюсь, на экране вы можете увидеть уровень сигнала и графиковые изменения. Давай, Лёня, сейчас сначала найду зонд, и покажу, соответственно, на графике, как все это меняется, какую точку, что мы ищем. А, да, для удобства. Для удобства я включу звук на нашем приемнике, потому что так удобнее фиксировать именно зонд, когда мы находимся где-то во стороне от него, сигнал приемника никакой не получается, соответственно, сигнал не сдаем. Как только мы оказываемся где-то рядом с нашим прибором, рядом с нашим генератором, да, приемник его фиксирует и сигнализирует о том, что в данном месте зонд прокатывается. А, сколько вам шесть, чтобы он прокатывал, да? Да, четырех. Да, четырех. Вот, вдоль трубопровода зонд я уже завиксировал. Смотрите, перемещаясь над нашим генератором, прибор фиксирует нам график изменения уровня сигнала. Как вы можете увидеть, эти вот пики, это как раз момент, когда я проходил, собственно говоря, ровно над центром генератора. Как только я от него удалялся, здесь сигнал становится равным нулю. Как я вам говорил, моя сейчас задача зафиксировать максимальное сначала значение вдоль трубопровода. Вот сейчас видите, оно растет, растет. 60 единиц, больше 65, 64, 63, начало падать. Максимальное значение, вот оно, 77 единиц. Также я сейчас, даже вот уже 80, я сейчас скорректирую мой приемник относительно, ну, как бы поперек трубопровода. Так, сигнал снова стал падать. Увеличивается, увеличивается, увеличивается. Снова стал падать. Ну, вот максимальная точка, это вот эта вот, вот 80 единиц. Нажимая на кнопку, я фиксирую глубину трубопровода. Приемник показывает, что это 57 сантиметров. Для удобства, для того, чтобы мы потом акустическим способом проверили, правильно ли мы трубу определили, да, и как мы, ну, сравним два способа. Если сейчас хотел бы на этом месте поставить точку, Ленка, держи, пожалуйста, приемник, я мелом отмечу точку, которую мы определили. Да, спасибо. Давайте поставим точку. Что мы делаем дальше? Собственно говоря, ну, опять-таки, я, либо помощник, с которым вы будете работать, просто проталкивает на какое-то расстояние зонт. Дальше и таким же образом его отлищет на поверхность. вот на какое-то количество, на какое-то расстояние зонт я протянулся, снова займусь к ним, чтобы определить, где он находится. Собственно говоря, делать будет все то же самое. То есть я сначала ищу максимальное значение сигнала вдоль трубопровода, зафиксировал, скорректирую его поперек трубопровода. То есть я на экране прибора просто сексирую точку максимальную. Ну вот вы видите, сначала я прошелся вдоль трубопровода, нашел пик, потом скорректирую поперек. Максимальная точка, максимальный сигнал сейчас в этом месте. Давайте еще раз проверим. Ну да, вот это замечательно. Проверяем глубину. Те же 50, да, 7-58 сантиметров. Леня, будь, друзья, пожалуйста, подержи, я еще раз немножко отмечу на основе. Спасибо. Давай. Так вот мы нашли вторую точку. Собственно говоря, дальше делаем все то же самое. Снова немного проталкиваем наш зонт в трубопровод. Снова определяем эту точку. Так. Сейчас приемник фиксирует, что сигнал слишком большой, приемник перегружен, я могу вручную усиление немного убавить. Так, еще раз. Убезусь, что я нашел точку максимальную, вот 79-80-50. Так. Так. Корректирую себя немного. Угу. Все, фиксируем глубину. 53 сантиметров. Так. Снова рисуем. Ну, давайте сделаем еще, наверное, найдем еще одну точку. Дальше я думаю, у вас будут какие-то вопросы, я постараюсь о них подключать. Так. Все, делаю все то же самое. Просто ищу точку с максимальным, да, с максимальным уровнем сигнала. Так. Вдоль трубопровода нашел, поперек трубопровода. Нашел. Фиксирую глубину. 52 сантиметров. Правильно. Так. Включаем. Ну, и, собственно говоря, коллеги, вот таким вот, ну, можно сказать, нехитрым, да, способом мы трассируем наш наш трубопровод. Наверное, логично запрашивается вопрос, к какой расстоянию мы можем пройти таким способом. Ну, во-первых, это определяется длиной проталкивающего устройства, который умеется у вас в наличии. У нас есть несколько фиксированных катушек с этим проталкивающим устройством. Максимальное расстояние, максимальная длина катушки 100 метров. Собственно говоря, после этого уже тоже почти проблематично и проталкивать зонт, да, поэтому вот мы ограничиваем 700 метров. Ну, еще, безусловно, конечно, будет влиять состояние трубопровода, наверное, его там засоренность, диаметр, потому что, если этот участок, который я сейчас с вами диагностировал, прямой, вообще-то вопросов никаких нет, повороты, если их будет особенно несколько, ну, конечно, работа немножко усложна. Вот. А так, максимально возможно таким способом определить длину 100 метров. Дальше вам необходимо будет, ну, найти, наверное, какую-то новую точку, либо, может быть, с другого конца исследуемого трубопровода и там уточнить уточнить местоположение еще раз, с другого конца, либо с новой точки подключения. Если есть какие-то вопросы, давайте я отвечу, потому что, в общем-то, по этому способу я что хотел, рассказал и показал, как вы видите, все достаточно просто и очевидно. Вот таким способом это все работает. Единственный приемник, который работает с данным миниатюрным генератором, да, это приемник АП019.3. Этот приемник позволяет ну, находить вот это точное место расположения генератора, и самое главное автоматически рассчитывать глубину, на которой он сейчас находится. есть ли какие-то вопросы? Вопросов нет. с одной стороны, наверное, это хорошо, потому что способ действительно достаточно простой, понятный, добавить что-то сложное. Как вы могли убедиться, для того, чтобы данным способом работать, необходим, в общем-то, доступ в трубопровод, да, место, куда можно поместить наш генератор. это, в общем-то, не всегда возможно в трубопроводах. Часто такое невозможно просто, да, нет места, куда можно было бы, через которое можно было бы поместить внутрь генератора. В общем-то, поэтому мы предлагаем для трассировки еще один способ, поэтому, как я говорил, акустический. Сейчас я вам о нем расскажу. Давайте я сначала отключу приборы. отключим генератор. Давайте отключим генератор, так что легко будет. И перейдем, в общем-то, в следующий способ работы. Генератор я отключу, будет нерасходовать заряд в этом генераторе. И мы с вами разберем следующий способ работы. Олег, если все-таки есть какие-то вопросы, пока это время займет подготовка, не стесняйтесь, их задавайте. чтобы генератор просто не пачкать, еще раз его уберем пакет. Итак, для следующего способа акустического нам понадобится наш ударный механизм. Ударным механизмом управляет генератор. как некоторые из вас наверное знают или я расскажу, у нас в линейке трассировочных генераторов есть 4 модели. 4 модели генератора и только 2 из них работают с ударным механизмом. Это модель, которую мы сегодня с вами рассмотрим, АГ-144. и еще модель генератора у нас есть самая мощная АГ-120. Эти только два генератора работают с ударным механизмом. У них есть режимы работы, а все остальные генераторы, к сожалению, не имеют возможности работать с ударным механизмом. Итак, нам понадобится ударный механизм, генератор. Давайте все это возьмем и возьмем пошедем. Как я вам говорил, ударный механизм это своего рода такой, можно сказать, молоток отчасти, который создает своим бойком удары по нашему трубопроводу. И этот акустический сигнал, распространяя складывание трубопровода, потом мы будем фиксировать на поверхности. Поэтому, для того, чтобы с ним работать, необходимо этот ударный механизм установить на наш трубопровод. Делается в принципе достаточно легко. Мы его обхватим сейчас цепью с помощью карабина и пружины просто крепко-крепко, чтобы он не соскочил с закрепим на нашу трубопроводу. и с помощью пружины ударный механизм фиксируем. Сейчас он жестко закреплен на нашем трубопроводе. Собственно говоря, в работе никуда не денется. Так, а я пока расскажу, какие настройки, какие режимы работают с данным устройством возможны. подключим наш ударный механизм генератора. все достаточно просто, ошибиться сложно. Что, какие настройки мы здесь можем с вами сделать. В общем-то, они достаточно простые. Мы с вами можем выбрать три частоты удара нашего ударного механизма. Низкая частота, средняя, высокая. И еще есть кнопка мощности, силы удара. Поменьше, побольше. Ну, как это все выглядит, давайте покажу. Допустим, сейчас с вами выберем высокую частоту удара, мощность минимальную, запускаю генератор. Давайте пока отключу. Ну, как вы могли увидеть, сейчас на высокой частоте с какой-то определенной силой удара наш ударный механизм создает вот эти удары, создает сигнал, так сказать, который способствует с трубопроводом. Собственно говоря, эта часть, касающаяся создания сигнала, у нас настроена. Теперь давайте я вам покажу, что мы будем делать дальше. То есть, теперь этот сигнал нужно как-то на поверхности фиксировать. Для этого мы будем использовать наш приемник 27-й с датчиком фиксирующего. Давайте, наверное, я... Тенек, да, лучше нам назвать? Да. Ну, давайте сюда генератор подойдем. То есть, набор устройств достаточно простой. Датчик акустический, наушники и, собственно говоря, приемник. Какие-то вопросы могут у меня есть? Пока нет вопросов. Включаю я прибор. Кто знаком, наверное, знает, кто не знаком, расскажу. При подключении акустического датчика к приемнику 27-му у нас есть возможность работы в двух режимах. Первый – это режим утечки. Как вы видите, да, из трубопровода льется вода. Это режим непосредственно поиска звука жидкости из трубопровода, да, которую мы рассматривали в наших предыдущих вебинарах, которую можно почитать в руководстве по использованию прибора. Ну, то есть, это все не сегодняшняя тема нашего вебинара, а вот второй режим – это режим удара. Как вы видите, да, вот здесь изображен ударный наш механизм, наш молоток. Этот режим непосредственно работы с ударным механизмом. Собственно говоря, его для работы мы и будем использовать. наш датчик будет фиксировать, наш приемник с датчиком будет фиксировать сигнал удара в виде цифры, который мы с вами будем наблюдать, сравнивать в различных точках. Как вы понимаете, по такому же принципу будем искать точку с максимальным уровнем сигнала. Тем самым, это будет нам подсказкой, что мы находимся над центром трубопровода, а не где-то в стороне. Ну, наверное, давайте тогда включим генератор и я покажу, как это все работает. Единственное, для работы высокая частота, которую я вам демонстрировал, сейчас, наверное, нам не очень будет. Не очень подойдет, поэтому я буду использовать частоту низкую, самую низкую. Ну и уровень удара тоже небольшой, поскольку расстояние сейчас у нас не очень большое. Выбираю силу удара, запускаю генератор. А теперь давайте посмотрим, что мы видим с вами на приемнике. Ну, давайте теперь я прокомментирую. То есть, как вы видите, вот эти вот наши столбцы одинаковые, как вы видите по своему, по времени, да, это, собственно говоря, наш приемник фиксирует удар от ударного механизма. Обратите внимание на цифру, то есть максимум сейчас 100, в общем-то, это по большому счету тоже, так сказать, перегруз, можно сказать, слишком большая сила сигнала. Поэтому для настройки я сейчас чувствительность немножечко чувствительность уберу, чтобы прибор показывал нам значение, ну, где-то там от 50 до 90, чтобы нам просто было удобно сравнивать различные точки. у нас вебинар. У нас вебинар. Так, ну, вот 95. Давайте еще немножко, наверное, уберу до минимума. Ну что, отлично. Да, вот, смотрите, то есть сейчас значение где-то порядка 45 единиц. и просто, смотрите, сейчас сейчас я датчик, да, поставил в то место, которое мы с вами обнаружили предыдущим способом работы, да, давайте зафиксируем значение сигнала еще раз, чтобы было понятно, что мы с вами делаем. В это время подождем. Ну, вот где-то сила удара 41, 42, 43 единицы. Просто для сравнения, посмотрите, если я сейчас датчик уберу в сторону, ну, давайте для наглядности сначала это будет, допустим, метр в стороне. Так, прибор, в общем-то, фиксирует похоже. Значит, давайте еще немножко в сторону уберем, чтобы вы понимали, как идет работа по поиску центра коммуникации. Ну, вот и давайте, смотрите, то есть сейчас, находясь, я отошел от центра, который мы нашли в предыдущем раз, где-то на расстоянии, ну, около полутора, наверное, метров, ну, как вы можете видеть, сила сигнала уменьшилась, да, то есть там было 41, сейчас здесь 15-16. Теперь давайте пойдем просто в обратную сторону, в сторону центра. Я буду перемещать датчик, ну, сантиметров по 10, по 20. Первая цифра, вот это сейчас 90, это просто, я переставлял датчик, поэтому был резкий всплеск сигнала. Так, тоже 15 единиц, давайте еще поближе сделаем. 60 единиц, да, давайте еще поближе. 35, так, хорошо. Сейчас вот над центром, который мы с вами зафиксировали в прошлый раз. Ну, те же 50 единиц. Ну, и теперь давайте проходим трубу и отходим в сторону. Ну, и, собственно говоря, вот сейчас по сравнению с теми 40 единиц, которые были на центре у коммуникации, мы снова как бы от нее отошли и сигнал упал. В общем-то, достаточно показательный сейчас был, так сказать, эксперимент. Вы могли убедиться в чем? В том, что, безусловно, находясь ближе к центру коммуникации сигнал у нас был максимальный, да, порядка 50-60 единиц. И что еще интересно, если мы с вами, допустим, в предыдущем способе работы приемником 19-м четко фиксировали вот эти вот максимальные пики сигнала, да, на графике, помните, они очень явно хорошо строились, то что можем мы здесь сейчас заметить? То, что вот этот вот максимум, он достаточно, так сказать, неочевидный, размытый, он и на центре коммуникации достаточно большой, и даже, в общем-то, полуметре достаточно большой. То есть, что я тебе хочу сказать, что сигнал, вот этот акустический, ну, вот в данном случае, да, мы сейчас с вами работаем на асфальте, он достаточно звонкий, наверное, по сравнению с почвами, вот этот вот пик, вот этот вот центр поймать достаточно, ну, достаточно, ну, не то, что сложнее, он такой более размытый получается, да, он и здесь хорошо слышен, и здесь, ну, первое, это связано с особенностью того места, да, где мы с вами проводим работу. Повторюсь, у нас здесь с вами там асфальт, поэтому он звенит в такой широкой, может быть, полосе. На почве, на грунте этот пик, он будет все-таки ближе к центру. Ну, я хотел просто тем самым сказать, что способ, ну, способы отличаются, как вы видите, с другой стороны, с другой стороны, наверное, вот эта вот погрешность, да, там, полметра вправо, полметра влево, относительно того ковша, да, с которым приедет экскаватор, для того, чтобы трубу раскапывать в случае необходимости, ну, наверное, погода не сыграет. Ну, да, способ, способ, как видите, рабочий, ну, может быть, идеальный, такой точный, такой очевидный, ну, в принципе, тоже позволяет центр коммуникации определить. И, в связи с этим, я бы еще вот, что хотел бы отметить. Давайте вернемся к приемнику. У нас, давайте я датчик сейчас поставлю на центр. В этом приемнике, в 27-ом, в нашем, в современном, есть вот какая возможность, какая функция. Обратите внимание, вот здесь у нас есть такая информационная панель, которая говорит, что сейчас мы работаем в широком спектре сигнала от 10 Гц до 2,2 кГц. То есть, в этом диапазоне сейчас прибор слышит все, весь звук. Что мы можем сделать для того, чтобы, может быть, вот этот пик был более выраженный? Мы можем зайти с вами в фильтр и просто часть сигнала отрезать. Смотрите, предварительные какие-то настройки я уже проделал. Сейчас у нас... Танюш, убери, наверное, один фон и сможешь проверить. Я предварительные настройки сделал таким образом, что часть звукового спектра я отрезал. Сейчас наш приемник работает только вот в одной вот этой вот ступенечке и, собственно говоря, другие звуки он не слышит. Как вы можете увидеть... давайте сейчас подождем машина проедет, потому что, конечно же, какие-то посторонние звуки могут вносить погрешности в наши измерения. Давайте еще раз на тех настройках, которые я предварительно сделал, еще раз проведем эксперимент, посмотрим, какие значения будут показывать приемник. Итак, еще раз на той точке, которую мы нашли в прошлый раз. зафиксируем значение. Отойдем в сторону. Ну вот, видите, вот уже буквально я на несколько сантиметров в сторону отовел датчик и сигнал, в общем-то, по сравнению с теми 50 единицами стал значительно меньше. вот уже 30 единиц. Соответственно, отошли в сторону. Еще. Ну вот он тоже стал, в общем-то, поменьше. Ну что, еще раз я хотел бы сказать, что способ тоже рабочий, возможный оператор, работая с помощью акустического датчика, ориентируется на цифровое заочение, также может ориентироваться на звук в ушах. В наушниках ищет максимальную точку сигнала, тем самым понимая, что он находится где-то рядом с центром коммуникации. Сравнивая несколько точек, мы находим вот эту точку с максимальным уровнем сигнала. Собственно, говоря, может быть, снова какие-то вопросы по данному способу. А, опять-таки, наверное, возвращая, опять-таки, логично было бы задаться вопросом по поводу максимальной длины, которую мы так сможем определить с вами. Ну, как вы можете видеть, здесь мы уже не привязаны к каким-то трактам, с устройством и прочее. В общем-то, все будет складываться и зависеть именно от того звука, который мы сможем с вами зафиксировать на поверхности. Ну, на этом, в общем-то, влияет множество что за грунт, грунт это асфальт или еще что-то, на какой-то глубине трубопровода. То есть, как проходит вот этот вот сигнал, который мы с вами можем фиксировать датчиком опустическим. Ну, я думаю, для вас очень видно, что по мере того, как мы от генератора, от ударного механизма отходим, звук в общем-то, сигнал будет постепенно падать, он будет стоять меньше. Для этого мы можем усиливать, кнопку усиления усиливать, чувствительность работы нашего прибора. В общем-то, я к чему? К тому, что много факторов влияет на вот этот вот звук, который мы с вами сможем услышать из-под земли. Но расстояние, которое можно пройти, данным способом, в общем-то, честно говоря, тоже не километры, да, ну, вот максимально наш опыт подсказывает. У нас был опыт определения пробоков, например, расстояние, тоже где-то около 100 метров. В зависимости от условий, это может быть чуть больше, чуть меньше, но в целом, речь идет примерно вот о таких состояниях. Единственное, что можно отметить, опять, как вы можете убедиться, ничего помещать в пробоковод нам нет необходимости. То есть, мы прошли, допустим, те же самые 100 метров, хорошо, сигнал пропал, но мы можем, например, не знаю, раскопать в каком-то месте пробопровод, снова подцепиться неударным механизмом, но если от этого яблоки пройти дальше. Спрашивают, какая максимальная глубина поиска? Понимаете, тут все зависит от звука. Ну, то есть, мы номинально говорим, что на глубине до 3 метров мы можем пробопровод фиксировать. В общем-то, в этот диапазон, как правило, попадает большинство пробопроводов, которые проложены. Но, опять-таки, привязываться к этой цифре 3 метра большого смысла, как и нет, все зависит именно от звука. Да, если он достаточный для того, чтобы наш экустический рачик его фиксировал, по большому счету это может быть и больше видимо. Ну, опять-таки, наверное, если пробопровод будет глубже расположен, то максимальное расстояние, соответственно, ну, по сравнению со 100 метром, наверное, по-короче. Потому что, конечно, 3 метра достаточно глубоко и на каком-то удалении от генератора, ну, звук совсем будет совсем, скажем, тихий, слабый, вероятность будет фиксироваться. Ну, то есть, номинально это 3 метра, по расстоянию, ну, вот, можете так, запомнить, да, глубина до 3 метров расстояние до 100 метров. Примерно, вот, как работают предыдущие. Ну, как вы можете объяснить, что это зависит просто от того звука, который мы фиксируем. Это может быть и больше, может быть, и не меньше, и глубина тоже, что оно будет. Либо больше, либо меньше, все зависит от условий. Давайте я к генератору, покажу, действительно, тоже не мешал в нашей работе, не мешал. Ну, чтобы он не работал. Ну, и, кстати говоря, по поводу ударного механизма, да, мы создаем с вами удары по трубе. Материал трубопроб, который мы сегодня с вами испытываем, это асбестовая труба, достаточно, можно сказать, хрупкая, но, как вы видите, наш ударный механизм ничего и не повредил, нет ни трещин, ничего. На данном трубопроводе мы всегда показываем работу нашего ударного механизма, ничего с трубопроводом не случилось. То есть, он просто создает вот эти вот акустические сигналы, колебания по трубопроводу, то есть, он трубу, так сказать, не разрушает. коллеги, что касается способов крассировки пластиковых трубопроводов, я, на самом деле, рассказал все, что хотел, буду рад ответить на ваши вопросы, поэтому давайте не стесняйтесь, что осталось мне неясным, задавайте, спрашивайте. Наверное, я пока добавлю. У нас на сайте есть перечень комплектов наших трассы поисковых. Это определенный генератор с определенным приемником. И вот здесь у нас такой комплект, называется он ТПТ-522. Его можно найти в поиске либо в разделе трассы-искатели. Это такой популярный комплект для как раз-таки поиска пластиковых трубопроводов. Он состоит, собственно говоря, из этого же 144-го генератора, 27-го приемника с датчиком. Дополнительно, в нем есть датчик электромагнитный, для того, чтобы вы могли пластиковые метры пристреливать металлические коммуникации, ну, либо кабельные. Просто можно зайти на нашу сайту в разделы этого комплекта, еще раз внимательно посмотреть, что туда входит, какие возможности несет себе вот этот комплект. еще раз ознакомиться с описанием, с функционалом, посмотреть руководство. Ну что ж, коллеги, давайте еще несколько минут, я подожду ваши вопросы, либо напишите, чтобы все понятно, что все было наглядно. Значит, будем считать, что действительно приборы наши хорошо работают, достаточно понятны в работе, и вопросов в их эксплуатации не возникает. хорошо, вопросов нет. Ну что ж, спасибо тогда большое вам всем за внимание, со всеми, наверное, зарегистрированными участниками. После вебинара мы постараемся связаться, пришлем вам ссылку на запись этого вебинара, чтобы вы могли еще раз его посмотреть, показать, может быть, коллегам, которые не успели с вами присоединиться. Если у вас будут вопросы, если они возникнут, задавайте их, пишите нам на почту, звоните по телефону, либо при общении с коллегами, которые с вами свяжутся после вебинара, задавайте, постараемся на все ответить. У меня на самом деле все. Еще раз вам всем спасибо за внимание. Увидимся на наших следующих эфирах.